Всем привет, слава Украине, слава Сбройным Сынам Украины, которые эту славу, собственно говоря, обеспечивают. Так, у нас сегодня телемост с Вашингтоном, на связи Андрей Андреевич Пентковский. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый день, Роман. Андрей Андреевич, скажите мне, пожалуйста, вот вы, как наш корреспондент в Вашингтоне, какие вы чувства испытываете, когда мы много-много месяцев подряд слышим и читаем в западной прессе одно и то же, что вот-вот дадут или будет принято решение по ракетам Атакамс, вот-вот будет завершено решение по Ф-16. Не кажется ли вам, потому что нам тут иногда под обстрелами кажется, что все-таки вот эта вот дискуссия на тему, что, а может быть, не все так однозначно, может быть, Россия развалится, а может быть, Путина свергнут, может быть, придет Китай. Короче, все делается для того, чтобы, ну, как-то контролируемо, что ли, вести эту войну. Или я вот под впечатлениями и эмоциями. Вот давайте холодный анализ Ваш. Ну, так что нового, вы видите? Мы об этом говорим с вами два года. Есть абсолютно два противоположных подхода к войне с Украиной внутри американской администрации. Есть подход Блинкина и Остина, который на вопрос, еще знаменитый ответ Остина, он был 24 мая прошлого года в Киеве, когда его спросили, каковы цели Соединенных Штатов в этой войне. Он ответил, победа Украины, ослабление ее на такой степени, чтобы она никогда больше не могла повторить подобную агрессию. Ну, и вот эта точка зрения все время продавливается последовательно Блинкиным Остином. Мы видели, как на каждом этапе предоставления в Украине нового, более технологического пакета вооружений продолжается та же самая борьба. Это еще начиналось с Джавелинами, еще даже до этой администрации. Это две школы, они присутствуют не только в администрации Блинкина, они более широко присутствуют в американском политике. И вот эта школа ни в коем случае не допускать сокрушительной поддержки Украины. Мы же ее видим. И Блинкин, и Селливан, и Бернс, ну все более открыто выражают позиции. Они терпят поражение за поражение. Ведь они возражали против передачи Джавелинов, Стингеров, Гаубец, Хаймерсов, Брэдли, Эбрамс, Патриотс, всего. Каждый раз наши сторонники побеждали. Но сената этого конфликта, это время, это жизни тысяч, десятков тысяч украинских солдат. И не только вы уже не можете держать чувства и эмоции. Уже украинское руководство, президент Зеленский говорит с ними достаточно откровенно. А вот последнее интервью генерала Заужиного в «Вашингтон-Пост». Кстати, не случайно, я об этом скажу, что оно появилось не сразу после интервью, а в последние дни, уже после мятежа Пригожина. Кстати, мятеж Пригожина, и это самая важнейшая новость из Вашингтона, он кое-что в этом соотношении сил изменил. Но он там же рассказывает очень, он даже криком кричит, матом, когда я слышу какие-то, мне в Америке говорят, что ты медленно продвигаешься, то какого вы рассуждаете, если вы мне не даете самолеты, не даете достаточно вооружений. И очень интересный аспект в этом письме. У него рабочие, отличные отношения с генералом Милли. Тот его понимает, он приводит просто пример к диалогу. Когда я его Милли прошу, вот сейчас мне нужны снаряды, если до завтра ты мне не дашь там несколько тысяч снарядов, у меня погибнут сотни, Милли мне немедленно дает. И он говорит, я все понимаю, я тебе все даю, но самолеты это не вопрос. Это не мой вопрос. То есть есть вот этот политический барьер. Андрей Ильич, извините, перебиваю. Я вам задам вопрос прямо, вообще без каких-либо обедняков. Значит, российские оккупанты за этот год, соответственно, линию фронта, то есть Запорожская, Керсонская область, там все заминировано на многие-многие километры. И эти многие заминированные километры, ни Брэдли, ни Леопард, ни Бабрамс, они не могут их пройти. Ну, это таковы правила войны. Так может быть тогда, если смотреть, как, ну, я понимаю, что россияне там один кадр могут миллион раз показывать, но факт остается фактом, что проблема остается. Так может быть, надо вопрос ставить перед нашими американскими друзьями по-другому, что, ребята, мы уже вообще никуда не торопимся. Наша задача – сберечь максимальное количество жизни украинских солдат. Где наши самолеты? Сначала самолеты, желательно, и вертолеты. И тогда будем решать эту проблему. Как вы это видите вообще? Ну, видите ли, ход операции, наступление украинское военно-политическое государство должно решать независимо от союзников. И такой разговор, он совершенно естественный. Мне кажется, наиболее ограничен он будет на саммите НАТО. Что идти на минные поля без поддержки в воздухе и без армейской системы ПВО невозможно. Тот же Залужный в мире пишет. Ты же читал свою доктрину. Вы же идете только имея превосходство в воздухе. Но это не торговля с Соединенными Штатами какая-то. Это осознание необходимости сберегать жизни украинских военнослужащих. Вот такой распространенный термин был, что вот эти четыре недели были такими пристрелочными. Мы изучали возможность прохода на разных направлениях. Но вот мы пришли к выводу, к сожалению, что вся эта линия фронта настолько заминирована, что красной дорожки там нету. Прорывать эту оборону можно только с авиацией. И этот вопрос надо ставить очень жестко. У нас для этого и будут союзники. Будут союзники и та же правоукраинская группа внутри американской администрации. И прекрасно занявшую позицию сейчас республиканский эстеблишмент. Это и спикер Павла-представитель Маккарти и представитель председатель комитета по иностранным делам Павла Маккол и республиканские сенаторы Мик Митчелл, Линдзе Грэхам. И, между прочим, вот такой эшелонированной группы осторожных, опасающихся эскалации, распада России. Их нет сейчас в Европе. Европа занимает более жесткую позицию. Мне кажется, надо поставить вопрос именно в такой плоскости. А я скажу, я не дипломат и не украинский гражданин. Я американский гражданин. И как американский гражданин я заявляю, что директор ЦРУ моего государства, господин Бернс, и помощник президента Маккартина Грэхам господин Цельмин ведут предательскую по отношению к Соединенным Штатам и к нашему героическому союзнику в Украине политику. Потому что это нельзя объяснять случайностью. Каждый, я же уже говорил, на каждом этапе представления нового оружия приходится преодолевать это сопротивление. И здесь позволю себе остановиться на последнем, я считаю, совершенно безобразной выходке директора ЦРУ Бернса. Ну, тут уже, по-моему, уже и Зеленский слов не жалеет в этом отношении. Значит, это не первая такая. Помните, эти люди все время предпринимают какие-то индивидуальные попытки. Как бы не от лица всей администрации, а ну вот от лица группы к чиновникам поездки в Киев или контакты с российской страной. Ну, я вспоминаю поездку 5 ноября прошлого года с Селивана. Контакты Селивана в начале этого года. Вот последнюю поездку Бернса они всегда ехали с одной и той же повесткой дня. Заставить Украину согласиться на ту почетную ничью, которую требует Путин. Вот Путин уже понял, что он проиграл две войны. Проиграл ту войну, которую он объявлял Западу в целом. Когда помните, собирайте монатки и убирайтесь вон отсюда. НАТО. Проиграл войну за поколение Украины. Он на совещании с этими легендарными маникорами сказал, мы не собираемся идти на Киев. Не потому, что он не хочет, потому что он понял, что он не хочет. Он ведет свою третью, последнюю войну. Заставить Украину согласиться на прекращение огня, которая оставляет часть украинской территории большую в руках Москвы и продать свою населению как почетную ничью. Этим же занимаются эти два предателя Селиван и Бернс, уже совершенно не скрывая. Но последняя его поездка была абсолютно наглой. Сначала же в этой газетенке, а я иначе ее не называю, газетенке «Вошингтпост». Это рупор вот этого левого крыла демократической партии, которая отчаянно не хочет украинской победы. Есть там у вас, сидит там какая-то Изабелла Симонян в Киеве, давно ее пора выгнать. Так вот, Вошингтонпост написал, что вот Бернс с секретным визитом отправляется в Киеве. Знаете почему? Украинцы его приглашили. Украинцы выработали какой-то свой план мира. Вот они решают, когда они дадут там до Крыма, до того рубежа, с которого они могут обстреливать Крым, они сделают русским предложение о мире и будут обсуждать мир. Так это ложь абсолютная. Никто ему не... Это он приехал с таким планом навязывать его украинцам. Это уже было опровергнуто. Вот вчера в своем интервью Селен очень резко говорил об этом Зеленский. Оно, кстати, пойдет 5-го числа. Оно полностью здесь будет у нас по Канамшу. Что это за публикация в Вашингт-Посте, если вы на такого уровня разведчик едет с секретными переговорами? Почему об этом на весь мир трубит Вашингт-Пост? И ни на какие переговоры мы не пойдем с русскими, пока последний оккупант еще останется на территории Украины. Вот эти люди уже... Селиван, в общем-то, в то же время ездил в этот Копенгабин. Копенгабин это заход с другой стороны. Ну, это хорошая идея. Вот тот саммит мира, который предложил Зеленский, так Селиван хочет этот саммит подорвать, расширив максимальное количество участников. Ну, уже в Копенгабине был представлен так называемый глобальный юг. Ну, мы знаем все об этом глобальном юге. Приезжали к нам тут африканские племена пельмени устанавливать. Так и еще по итогам ему тоже Селиван сказал, что хорошо бы еще Китай привлечь. Эти два человека сознательно работают на спасение путинского режима, на лишение на лишение Украины за сложные победы. Три три злейших врага Украины здесь есть в Вашингтоне. Это Селиван, это Бернс и это Трамп, который снова... Ну, и Трамп менее опасен, кстати. Трамп менее опасен. Он снова тут вылез, что вот, вы знаете, Путин ослаб после... Любую ситуацию используйте в пользу Путина. Путин ослаб, и поэтому вот сейчас очень хорошее время для переговоров с ним. Но он менее опасен, он уже стал маргинален внутри республиканской партии. А это два чиновника, которые занимают высочайшие посты в администрации Байдена и... Успешно? Ну, как успешно? Вот тут же как раз вот то противоречие. Наша группа все время побеждает передачей новых пакетов оружия, но время, а эти выигрывают время. Вот начнем с того, самый важный, острейший вопрос. Казалось бы, политические решения АФ-16 приняты. Оно было объявлено на последнем Брамштайне. Но обложено оговорком, что, знаете, логистические проблемы есть. Подготовить украинских летчиков это займет четыре месяца. Поэтому, в лучший случай, в осени. А некоторые вот эти Вашингтон-Посты, политики и прочие эти газетенки начинают, наверное, в будущем году. Так летчики уже четыре месяца давно там уже об этом говорили. Мы с вами не из потолка сообщений американских печатей. Они готовились давно в четырех странах. И Великобритания об этом Сунок говорил еще на конференции по безопасности в феврале. И в Соединенных Штатах, и во Франции во время визита Зеленского в Париж Макрон сказал, что обрадовал нас, что летчики здесь на миражах готовятся. И в Польше тем более. Нет, не хватает политической воли. Вот это я все сказал об этих людях. А теперь, если позволите, мы перейдем к российской теме, потому что она непосредственно связана... Пригоржима. Да. Да. Андрей Андреевич, этот главный зэк всея Московия, он же неделю молчал и вот новую звуковую дорожку наконец-то опубликовал. был... А у вас там... Она не под рукой у вас слушание? К сожалению, нет, но очень кратко в общих чертах, что, мол, я живу, я так перевожу себе и вам, что я живой, мы еще поборемся, мы вообще наш... Как же они придумали, так интересно, марш справедливости. Он для того, чтобы мобилизовать Россию, для того, чтобы не было предателей и всякое такое. То есть сам факт того, что этот человек продолжает, да, не так эмоционально и не так часто, но все-таки остается в публичном пространстве. Вот я хочу вас... Андрей Андреевич, я знаю, что у вас уже ваша позиция готова, и вы с нами поделитесь, но вот объясните, а правы ли те, кто говорят, что Путин ослаб? А вот в чем выражается, что он Путин, что он ослаб? То, что он не повесил Пригожина на Красной площади, может быть, этого мало, потому что, может быть, в каких-то там терках или иллюзии этих терок в Москве что-то изменилось, но на линии фронта никаких изменений глобальных нет. И вот в части Бернца вот они говорят, что вот украинская армия дойдет до Крыма и тут они хотят его вынести за скобки. Так до этого Крыма дойти-то надо. Это не так просто, потому что мы об этом с вами говорили в части Мин. Ну, с Бернцем нам все ясно. Ну, Путин ослаб, потому что Пахан всегда проявляет слабость и основы его власти подрываются, когда подчиненные высказывают ему откровенное неподчинение, и это неподчинение становится безнаказанным. Мы же видели вот этот праздник неподчинения 24-го числа, когда утром Путин выступил с жесточайшим заявлением о том, что изменники, предатели уже приняты, ФСБ возбудило дело до 20 лет, а прокуратура уже утвердила это решение как справедливое, а сам генеральный прокурор вот тут подбежал, он у меня тут в предбаннике и доложил мне. И что мы видели после этого? Мы после этого видели совершенно выдающуюся сцену, когда Пригожин без единого выстрела занял штаб ростовского, этого южного военного округа, штаб, который ведет, ведет, собственно, войну, откуда ведется война с Украиной, и как он расставлял там двух ведущих генералов. Евкурова, генерал-полковник и заместитель Министерства обороны Алексеева. Эту пленку надо смотреть и смотреть с его требованием. Я пришел сюда арестовать Шольгу и Герасима. Выдайте мне. И Герасима. Андрей Андреевич, давайте забирай их. Да забирай. Давайте объясним, что этот Алексеев это зам главного управления, то, что раньше называлось ГРУ. Ну, мы привыкли к ГРУ, да, сейчас они ГУНы, но мы будем называть их легендарным ГРУ, конечно, воспетым в романах Суворова. Я просто осмелился вас перебить. Почему? Потому что этого Алексеева у нас же никто не знает, он же совсем не публичный, а он интересен в данном случае, что он как раз и есть создатель или куратор от государства ЧВК Вагнер и других частных военных компаний. Ну, то есть, как называется, Франкенштейны встретились. И после этого он спокойно не кем... Ну, ясно, что... Почему сейчас Суровикин в каком-то подвале сидит, и мы видели единственное его выступление под давлением, что-то он там выжил из себя там, сплотимся вокруг командующего, а после он, наверное, выглядит так же, как генерал Павлов в июле 41-го года после допросов у Берия. Значит, по легенде... Не легенда, это действительно факт, даже вот в одном из... В советское время это даже еще был фильм. Ну, Сталин уже после того, как генерал Павлов был... Ну, я надеюсь, наши зрители знают, что генерал Павлов командующий Западным фронтом в начале войны. Сталин, когда уже ему был вынес смертный приговор, Сталин попросил все-таки его привезти к нему и поговорить. Но его привезти было невозможно. Он был в таком виде, чтобы показывать его... Вот мы не знаем, в каком виде сейчас Суровикин находится. Но факт тот, что приказ... А почему Суровикина в подвал заткнули? Конечно, Путин после своего выступления, когда дал приказ остановить, в первую очередь он дал Суровикину как командующему воздушно-космических сил. Но он не смог выполнить этот приказ, не захотел, не знаю. Несколько сейчас арестовали за то, что они отказывались вылетать. Ну, а те, которые вылетели, их пригожен сбил. Ну, короче, эта ситуация в преступной среде, она недопустима для Пахана. Недопустима. Это в этом состоит его падение его личной власти. Пригожин должен быть уничтожен немедленно. И даже того же Суровикина он не может до сих пор открыто сказать, что Суровикин арестован. Это все распространяется какими-то слухами. И сейчас он должен восстановить как бы свой авторитет. Он пытается сделать репрессиями против достаточного количества военных. Ну, вот, вы уже начали эту тему. Пригожин это был фронтменом очень большой операции. Ясно, что его поддерживали активно ГРУ. Ну, это традиционно. Внутри армии всегда традиционно конфликт между ГРУ и центральным аппаратом. Но здесь он совершенно четко пригожен. За ним стояли достаточно серьезные силы сочувствующих ИГРУ и внутри ФСБ. Я называю так людей, этот термин мы с вами уже использовали, я называю так людей партия почетной капитуляции. Есть партия почетной нищей, это партия Путина. С помощью всех этих Селиванов, Бернсов, Трампов он хочет не вязать эту почетную нищую. А есть партия, которая понимает, что ни Украина, ни Запад сегодня этой почетной нищи не позволит. И они уже думают о гораздо более серьезных вещах. Не войне с Украиной, им давно уже наплевать. Они думают о том, как сохранить власти, громадную собственность, проигравшей стране. потому что не управляя приведет к тому, что эти десятки тысяч недобитых они ринутся с оружием, ну так же, как крестьяне в 16-17-м годах Петроград. Эти ринутся в Москву, на Рублевку и так далее. И вот эта партия, она пригожен был фронтменом этой партии. Вот очень мне понравилась метафора Юрия Латриина и в одной из последних ее стране. Она сказала, когда выступает фокусник, надо следить не за ассистенткой, а за руками фокусника. И вот пригожен был ассистенткой этого фокусника. И эта ассистентка, она блестяще совершенно вела свою пропаганду. Вы же обратите внимание, вся пропаганда пригожена была рассчитана вот на это Z-быдло. Это, по моим подсчетам, это примерно 15% населения, таких фанатиков, настоящих русских фашистов, которые для них пригожен слой. И все, что он говорил, они принимали на ура. А он говорил очень правильные вещи, он их психологически подготавливал к капитуляции. Вот вспомним его риторику. Вот Шойгу, Герасимов, все, это, он с этого начал, плохие начальники. Потом он заявил, что это безмозглая война, которую не мы придумали. А потом в последнем своем, уже за день до своего выступления, он выпустил на весь свет ролик, который он разоблачал аргументацию войны. Никакой угрозы, говорит, Донбассу не было ни от НАТО, ни от Украины. Это война, развязная олигархами и генералами ради своих целей. И он стал героем. Вы знаете, его встречали, помните, как его провожали, провожали в Ростове. А что Ростов? Ну ладно, скажем, Ростов там такой, ну нет, это миллионник, ну провинциальный. А вот Москва, цвет московского юношества. Выпускники столичных школ на своем выпускном вечере городском устроили демонстрацию с плакатами Вагнера. Вот Россию, эти что, эти московские школьники хотели идти воевать, стать пушным мясом или ростовские обевать? Да нет. Их захватила вот та антиэлитная часть, антиэлитная часть пропаганды харизматического демагога Пригожина. Элиты, элиты разграбили страну, элиты бросили нас в войну. Устами сейчас ассистентка сделала свое дело и ушла за кулисы. Я считаю, что этот мятеж для его иносаторов, вот для той партии почетной капитуляции, а в ней, и как правильно вы указали, и руководство ГУРа, и значительные силы ФСБ, и многие политики переходят на эти же позиции. Вспомните того же Затулина, злейший враг украинского народа, гораздо более убежденный, чем Путин. Путин бегал в Петербург и собирал дань с бандитов, таких бизнесменов, и не помышлял никаких геополитических фантазмов, уже когда Затулин готовил уничтожение Украины еще. Так он сказал, все, мы проиграли навсегда, Украина навсегда останется независимой, она никогда не будет нейтральной, то есть будет НАТО. Сейчас они поняли, что война проиграна, надо заботиться о гораздо более вещах, сохранять власть и собственность. Вот, они достигли ослабления Путина и в глазах всего общества, и в глазах пацанов, и в глазах его собственных. Вот, это им необходимая предпосылка для того, чтобы провести с Путиным решающий разговор. Я даже знаю, кто его будет вести от лица этой партии, конечно, Юрий Ковальчук, его так называемый ближайший друг, тоже такой же военный преступник, он идеолог вот этой войны против всего Запада, но тем более и Украины. Он видит, что война проиграна, надо спасать то, что ценное. И он в конце концов скажет Владимиру Владимировичу, что вот так пацаны решили. вот такая и это лучше нас с вами поняли в Вашингтоне. Почему? Потому что в Вашингтоне херовая с точки зрения аналитическая разведка, она же, она же, помните, она предсказывала, предсказывала, что Киев пойдет, но у них прекрасная техническая разведка. они слушают разговоры все в бункере и они все слышали и дедушка Буш, дедушка Байден, извините, он все время говоривший так о стороне, да, первые два дня, как они себя вели американцы, они звонили в Москву, чуть не извинялись, мы тут ни при чем, да еще украинцев уговалили, ни в коем случае там не стреляйте, ни в коем случае по-русски, а то они что-то там страшное подумают, ядерное оружие, как, что, туда, сюда. А сейчас он вдруг раздохранился и говорит, абсолютно, Путин абсолютно ослабел. Эту информацию он получил, конечно, из тех телефонных разговоров в бункере, которые мы положили, и это не граничиво с словами, ну, я понимаю, я понимаю настроение украинцев, погибающих на фронте за спасение вот этого свободного цивилизованного мира, и 90% наших слушателей мне скажут опять слова, но это не слова, немедленно прозвучали во всех тех же газетенках со ссылками там на 5-6 источников администрации, что принято решение и по этаксам, принято решение и по кассетным боеприпасам, это действительно так, это действительно так, поверьте мне, и то и другое появится в ближайшее время, в ближайшие дни на поле боя в Украине. Они перестали бояться, бояться русских, ну собственно, что значит, вот какая картина, да никто не боялся, но Остин и Блинкин никогда не боялись и наставили на более широкой поддержке, а Селиван и Бернс, они тоже знали, конечно, что никакой ядерной угрозы нет, но повторяли эту аргументацию, повторяли, а вот давайте все-таки осторожненько, давайте, а то, но сейчас у них нет возможности сопротивляться аргументации наших друзей, потому что у нас звучит очень просто, слушайте, вы видите человека, который не смог убить Пригожина, не смог убить Пригожина, и приказ его не выполнили, десятки, сотни военнослужащих большого ранга, они не выполнили его приказ, и что вы думаете, этот человек отдать приказ о ядерном ударе и его выполнит, сейчас уже этим двум жуликам очень трудно отстаивать эту позицию, в Соединенных Штатах вот снова радикально в нашу пользу изменилось соотношение сил внутри администрации, я думаю, что соотношение сил и кассетными боеприпасами вопрос решен, тем более надо сильнейшим образом усиливать наш дипломатический натиск истребительный, тем более, что политическое решение как бы принято. Это очень на нашей стороне вот республиканский establishment, на нашей стороне вот проукраинское крыло внутри администрации, да и собственно и западноевропейская общественность. Вот надо поддерживать максимально это давление, усилив его до предельно откровенного разговора откровенного разговора в Денисе. Андрей Андреевич, ну вот если со всеми вашими аргументами согласен, ну действительно, что-то за верховный главнокомандующий большой страны, длинной страны, вроде как с ядерной бомбой, которого не слушают военные, игнорируют. У нас такое невозможно, потому что у нас народ и армия едины. Ну так, просто, для сравнения. однако, вот вопрос все-таки, Путин ослабел. Ну, возможно, с точки зрения каких-то терок в Москве, этих вот элитных, неэлитных конфигураций, но а как это влияет на линии фронта? Оно же никак не влияет. То есть, бои продолжаются, и там включишь российскую пропаганду, сказать, что они руки развесили, да нет, продолжают россиянам это все на уши навешивать. Единственный момент, что они, честно говоря, грустят, вот там даже есть такая фраза, вот что же это, может, я сегодня чересчур не пессимистичен, но просто, когда Женя Попов говорит, блин, США может десятилетиями поддерживать Украину, потому что М-16, Брэдли, Абрамс, это все американское оружие, и, соответственно, никаких ограничений перспективы быть не может. Но вот именно, когда мы говорим об Пригожине, который ослаб, и вот с текущей ситуацией, может быть, не надо... Да, да. Но это не скажется на линии фронта на следующий день, но ведь все воюющие люди там, они же все видят, что происходит. Это должно сказываться на их готовности умирать неизвестно, неизвестно, неизвестно за что. И это новый кризис. Конечно, вот это мы же видим, что партия почетная капитуляция, она набирает все больше сторонников. Сейчас Путин ослаб, для лишающего рывка им нужны новые аргументы. Эти новые аргументы это новые успехи украинской армии, но вы правы, мы не можем зарабатывать эти новые успехи самоубийственными атаками на минные поля. Надо очень остро поставить вопрос перед нашими союзниками, что немедленно мы должны понимаете, вот напомнить им, что речь идет ведь не о какой-то благотворительности, вот есть какое-то государство, которому вообще можно помогать и благодарить даже, что что-то делаем. Украина выполняет историческую, уже выполнили историческую функцию спасения запада. Вот если бы Киев пал и Путин с ядерной бомбой оказался полтора года назад на границе Балтии и Польши и повторил бы вот собирайте монатки выбирайтесь, то что бы сделали бы эти Соливаны Бернси тогда отступил бы Запад и ушел бы с мировой арены, а после этого Китай там через две недели без боя захватил бы Украину уже ценой громадных жертв одержал за Запад победу, Запад обязан это самое наивысший цинизм может быть знаете в таком рассуждении возможно ну собственно в общем-то то что надо для нас украинцы уже сделали они теперь Путин теперь ослаб он ни о каком Балтии ни о Польше никогда и не подумал поэтому сейчас давайте думать о других вещах о послевоенном мире там его лучше все-таки без распада России и так далее вот эти циничные настроения они всегда присутствуют их надо называть своими именами и называть имена вот мы из полугодового общения с такими людьми как Селиван и мы не можем диктовать Байдену список его администрации но выражать свою оценку деятельностью вот этих двух человек мы можем в том числе и перед лицом европейской общественности вот саммит НАТО дает очень хорошую возможность для этого его не надо превращать там в борьбу за какие-то формулировки в заключительном коммунике в принципе там все складывается в нашу пользу мы понимаем что до победы нас не примут НАТО победу примут в первый день после победы потому что тогда не надо будет американцам и другим НАТО умирать на поле боя в Украине принять сегодня это значит посылать своих солдат умирать это мы все понимаем но они готовы компенсировать это новым статусом отношений типа американского это означает беспребойную поставку вооружения вот о вооружениях надо и говорить да уже об обещанном у нас очень сильная позиция нам не надо требовать никаких новых политических решений немедленно сотня Ф-16 это кассетные боеголовки что да и забудьте об этом идиотском оно сейчас как-то повисло оно Блинкин например прямо утверждает противоположное когда говорит что можно бить по всем мы даем оружие украинцам они сами решают как его использовать для защиты от агрессии и изгнания агрессора вот это но оно как-то еще незримо присутствует вот не бить там не использовать западное оружие для ударов по собственно российской территории с точки зрения военной оно идиотское а с точки зрения морали вообще циничное враг захватил полстрани уничтожает украинские города самолетов из воздушного пространства россия мы не можем брать вот все эти табу надо и надо откровенно поставить вопрос или вы все это даете или вы виновники гибели десятков тысяч украинских солдат мне кажется хватит стесняться на дипломатические игры и именно этого дипломатического наступления ждут наши сторонники в Вашингтоне оно им необходимо для того чтобы сломить как мы видим отчаянное отчаянное сопротивление вот этих двух путинских негодяев Андрей Андреевич на прошлой неделе был телефонный разговор Ермака с Селиваном вот если учесть его вот эту позицию о которой вы все время говорите так общение по этой линии это хорошо или плохо то есть я вот не могу вывод какой-то для себя сделать это не вопрос Ермака это вопрос Зеленского пока мы не поставили в такой острой форме вопрос мы не имеем права выбирать с кем из нас из чиновников Байдена мы должны разговаривать но вот это часть той же дипломатии и Бернса же принимали со всеми его почестями в Киеве но это уже был совершенно вопиющий случай вот эта живая абсолютно статья Вашингтон о том что Украина вот запросила Бернса приехать поговорить о переговорах о переговорах с Россией это наглая провокация это уже выносится там за какие-то уровень секретных закрытых разговоров это провокация на глазах всего мира это дает основания нам поставить перед дедушкой Байденом и перед его союзниками по НАТО вопрос мы не доверяем вот этим двум джентльменам Андрей Андреевич не получится так что вот Путин ослаб и вот эта вот мысль она сразу приводит к тому что там на западе все начинают играть в эту игру а вдруг она распадется Россия на куски бесконтрольное ядерное оружие вот вы же помните как мы все боялись когда бойцы ЧВК Вагнер прошли мимо хранилищ с ядерными боеприпасами и потом пошли по своим делам но мы все воевали а так значит мы мы все испугались и потом выдохнули так может быть тогда лучше вот этот вот Путин которого все знают что он псих но много сил уже потрачено на его изучение чем вот какие-то новые люди а чем это все закончится а может вообще есть мнение хороших русских что не все так плохо и Достоевский и Пушкин и вообще российский народ он в заложниках находится они не виноваты все эти мальчики в трусиках не виноватые я не виноватые да слушайте эти аргументы уже тысячи раз произведены и мы знаем людей которые произносят эти аргументы и людей которые против них здесь уже никто новые аргументы не придумает осталось только административно одержать победу над этими людьми в администрации президента что бы ни не было всегда те же вещи будут продолжать говорить Селиван и Пайм но мы мы видим по той реакции по той реакции которая нашла в Соединенных Штатах на мятеж и на явное ослабление Пуни она очень положительная это работает это работает было принято немедленно два решения которые еще бы два месяца сопротивлялись сопротивлялись Бернс и Селиван это по этой самой боекассетам дедушка Байден к нему много претензий конечно он вот играет роль такого арбитра ну каждая американская администрация это коалиция это коалиция между вот Обамомского наследия он получил и вот людьми более решительными значит аргументы эти уже бессмысленные каждый за эти два с половиной года каждый в Соединенных Штатах и на Западе уже свою позицию сформировал тем более все-таки 90 процентов людей призначающих вот эти тези которые сейчас блестяще нам продемонстрировали на той или иной ну например это звезда вот это Сэм Чарап вот он с его бесконечными статьями в этой войне никто не может победить поэтому надо спасать жизни кстати к позору украинского телевидения он там часто появляется не буду называть каналы но это же чистейший агент с 13-го года он на этом самом на боже мой как это называется Валдарьский форум Валдарьский форум он там с Путиным выступал лично у него масса грантов зайдите зайдите на сайт Валдарьского форума посмотрите какие восторженные слова об этом Сэм Чарап пишет военный преступник Караганов руководитель глобальной политики который недавно призывал к ядерной бомбардировке Польши Европы за все бывшие и будущие преступления все это этих людей не переубедить они работают за большие деньги или возьмите того же самого Трампа но вот что ему выскакивать по любому вопросу он еще не решает но отрабатывает что-то он отрабатывает вот понимаете вот Селивана и Бернса я частично объясняю их убеждениями они сторонники вот этой школы реал политик баланса сил у них вот такие концептуальные заморочки у Трампа никаких заморочек концептуальных нет он человек простой как бревно но по любому поводу он кричит Путин прав никакой помощи Украине да конечно конечно тысячи нитей зависит от Путина и деньгами и компроматом и чем угодно ну а в сторону он никакой роли не играет он меня раздражает только потому что что существует громадное количество русскоязычных трамписток в Америке вот это уже совершенно какие-то люди которые кстати еще объявляют себя друзьями Украины до недавнего времени вот этих-то мы выгнали уже с украинского телевидения двух людей вот так же эти позиции они сформировались они никуда не денутся их надо добивать решительным действием я думаю это конечно спорное решение но это так подбросит для рассмотрения мне кажется недовольство двумя объективно русскими агентами Селиваном и Бердсом мне кажется сейчас выигрышно с тактической точки зрения военно-политическому руководству Украины перенести в открытую плоскость Андрей Андреевич два вопроса как вы объясняете что уровень поддержки Украины в Штатах вот при всем том что мы сегодня с вами обсуждали и причем не первый раз но уровень поддержки по помощи военной помощи Украине в Штатах вырос с 45 до 65 процентов его непоколебим сейчас республиканцев надо благодарить могла случиться трагедия если бы они вдруг избрали избирательную Трампа как своего кандидата нет они выбрали стратегию избирательной кампании мочить Байдена за недостаточную поддержку за недостаточную поддержку победила эта школа регеновских и вот кстати в этой дипломатической атаке на этих двух негодяев мне кажется надо максимально использовать республиканцев они в эту атаку с удовольствием с удовольствием включаться но вопрос мой следующий насчет республиканцев и в атаку на Байдена за недостаточную помощь на прошлой неделе к нам же приезжал Майкл Майкл Пэнс вот я хочу вас спросить вот мы когда-то с вами обсуждали возможных кандидатов от республиканской партии и вы Трампа своим решительным движением вычеркнули из этого всего но Майкла Пэнса не назвали вот мне он почему-то очень симпатичен хочу вот вас спросить для чего он приезжал и его шансы на то что вот он подался в номинацию от республиканской партии он может сколотить вокруг себя соответствующую поддержку ведь в некотором вроде это американская традиция Байден тоже когда-то был вице-президентом а дорос до президента а Майкл Пэнс ну я тогда Пэнс и назвал я считал из той же когорты более перспективным Марк Помпео министр иностранных дел во второй во второй срок Трампа он прекрасно спасал то что можно было спасти во внешней политике он всегда твердо придерживался по украинской позиции но он почему-то объявил что он там по личным соображениям ну кроме того Пэнса есть еще Ники Хейли замечательная женщина она была представитель США в объединенных нациях она как раз специалист по внешней политике она прекрасно эти вещи понимает понимаете в чем дело у большие надежды на Десантис ну историю с Десантисом мы поняли он как бы хозяйственник как похорошего Флорида при Десантисе но он ни почему не понимает международные отношения и сначала он ляпнул несколько месяцев назад что ну это какой-то в далекой Европе пограничный конфликт между Россией и Украиной к вопросам безопасности Северных Штатов но его быстро поправили и республиканское стеблище он начал правильные позиции по Украине но дело в том что он казался слабеньким кандидатом вот Трамп как-то его физиологически переигрывает какой-то он такой альфа-самец и вообще ну в общем он проиграет номинацию Трампу и это республиканцы поняли а республиканцы понимают что номинация Трампа это катастрофа для республиканской партии ну даже вот слабенький дедушка Байден у Трампа выиграет по той причине ну хотя бы что всегда выборы решают так называемые независимые избиратели которые не являются такими традиционными сторонниками демократов ну в этом независимые все будут голосовать против Трампа поэтому есть задача найти сильного объединяющего кандидата вот Десанти с этой задачей не справится вот может быть Пенс да вот сейчас стратеги республиканские думают выбрать между Пенсом той же Хейли но пока у них там 5-6 процентов но еще ничего не началось и они по существу не вступили в гонку может кто-то из вот этих молодых республиканцев новых тот же прекрасный позицию занимает Маккол председатель комиссии по иностранным Маккарти про Маккарти он же трампист что значит трампист он выступает против уголовного преследования Трампа это частное нас вообще не должно интересовать в американской политике ничего кроме одного вопроса степень его поддержки кандидатам Украины так вот по этому критерию Маккарти очень хорошо проходит короче у республиканцев проблема найти такого кандидата который будет четко следовать вот линии эстеблишмента линии конгрессменов по Украине и выиграть номинацию а после этого добивать добивать держку Байдена за недостаточную поддержку Украины вот это для нас был бы лучший сценарий избирательной кампании Андрей я если вы позволите задам вам еще один вопрос он касается человека тоже вроде как высокая политика но только российская я хочу спросить вас про Дмитрия Анатольевича Медведева он там какой-то очень большой текст сегодня опубликовал и ядерной бомбой грозил и ну даже удивительно почему он это не делал когда шла колонна на Москву что-то молчал а тут так и возбудился вот на западе вот эти вот такие вот резко в стиле Жириновского заявления ну скажем так ну наверное конечно не второго человека но и не последнего в путинской вертикали они какое-то влияние оказывают да нет ну на него смотрят как на абсолютно смехотворного человека ну а кстати он в одном же самолете вертолете выбегал из Москвы когда туда приближался пригожим так что во всяком случае тест на на рояльность Путину он 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 вынес другое дело что оба из них не выдержали теста ну на какую-то элементарную там не то что смелость но просто присутствие духа необходимое руководителям государства мне кажется я все у вас спросил в заключение я хочу вас поздравить с прошедшим днем рождения от себя лично и коллектива 24 канала сотрудником которого или нашим спецкорреспондентом в Вашингтоне вы являетесь ну и вообще от очень многих граждан Украины которые вас ценят за ваш оптимизм и за ваш ум и интеллект и я вам желаю чтобы вы были здоровы и мы с вами ну как минимум для начала дожили до смерти российских военных преступников а дальше проведем стрим и обсудим что делать дальше спасибо мы их обязательно обязательно переживем и для меня конечно вот те сотни тысяч а иногда и миллионы украинских зрителей это это большая честь для меня ради которой стоило дожить до 83 лет и хоть какую-то частицу частицу своего потенциала внести в героическую борьбу Украины против злейшего врага человечества мы победим слава Украине героям слава Андрей Андреевич еще раз с днем рождения и до скорых встреч друзья подписывайтесь на наши каналы извините за технические моменты все в жизни бывает а Украина была есть и будет до встречи спасибо спасибо Продолжение следует...